Добрый вечер! Логика вот такого строения, что ближе к концу, недалеко от завершения, почему именно здесь расположена глава, говорящая о праздниках, а логика здесь вот какая. Весь хумаш ваикра посвящен вопросу разделения между кодыш и холь. Кодыш – то, что выделено и возвышено, то есть выделяется своим возвышением. И холь – обычное, будничное, затрапезное, простое. Разделение между кодыш и холь обычно рассматривают в трех аспектах. Человек, пространство и время. Человек это означает, что прежде всего вообще понимание того, что разделяется на кодыш и холь, это противоречит общему современному стремлению, чтобы все было одинаково, чтобы все было равно, чтобы никто не выделялся и не вылезал. Вот утверждение кодыш и холь, то, что есть кодыш и холь, не все одинаково, не все равно. Есть более возвышенные и более ценные, есть менее возвышенные и менее ценные. Это касается и пространства, то есть есть места, то, что попутся называют святыми местами. Есть святые места, а есть обычные. Есть разница между домашней кухней и между синагогой. Соответственно, в синагоге нельзя вести себя так, как человек может позволить себе вести себя у себя на кухне. Есть и время. Кодыш, то есть выделенные и возвышенные даты, в которых есть особые правила поведения. Дни недели, дни года, не все одинаковые. Есть более возвышенные дни, а есть будни. Наконец, по отношению к человеку. Есть разделение на Израиль и народы мира, и среди народа Израиля тоже есть разделение на группы. Есть Куаним, есть Левиим, а есть просто евреи. И по отношению к каждой из этих групп есть свои особые законы. Поскольку здесь речь идет о возвышении, выделении, то каждая из таких групп выделяется своими законами, которые не относятся к другим. Если, к примеру, всем народам мира Тора поверило всего лишь семь заповедей, то по отношению к народу Израиля требование выше 613 заповедей в целом для народа Израиля. Но если мы посмотрим внимательно эти 613 заповедей, то выяснится, что часть из них не относятся ко всему народу, а часть из них относятся только к Куаним, к Куэнам, священникам. Это выделенная группа среди народа Израиля. Для них есть особые заповеди, которые не актуальны для всего остального народа. Так вот, хумаш ваекра начинается, прежде всего, с разговора о разделении между кодыш и холь по отношению к человеку. Это законы, которые относятся к служению в храме. Особое место. И особые люди, которые эти законы выполняют, Куаним, священники. Законы особые, которые касаются святости священников, они даются в начале, в предыдущих главах недельного раздела Эмор. Эмор или Куаним, эмор, само название этого раздела. Скажи, скажи кому, скажи Куэнам, священникам. И вот, как только эти законы были все даны, Тора сразу переходит к следующему разделению между кодыш и холь во времени. Праздники. Есть праздничные дни, а есть будничные. В самый последний раздел книги, в последний раздел книги ваекра говорят уже о кдушат Амаком, о святости места. Выделяется Эрес Исраэль, земля Израиля, в которой особые законы, не касающиеся всех остальных мест в мире. Итак, после этого предисловие можно начинать. 23 глава. И сказал Бог Муши, говори за нам Израиля, и скажи им, вот мои праздники. Праздники Бога, которые вы назовете. И вот здесь начинается сложность. Слова, которые упомянуты в оригинале. Микроэй кодыш. Бедные переводчики. Что, какие восьмерки в воздухе они не проделывают, чтобы привезти их. И священные собрания. Хотя понятно, от этих слов. Эти слова, такие у них ассоциации ужасные. Я уже не говорю о священных собраниях, но вообще само слово собрание, по крайней мере, людям, которые умели нечастие родиться в покойном Советском Союзе, которых слово собрание повергает вообще в трепет, вызывает самые-самые ужасные ассоциации. А тут еще не просто собрание, а еще и священное собрание. Другие называют это. В общем, что имеется в виду микроэй кодыш? Микроэй, от слова лекро, звать, призывать. То есть это призывание к кодыш, к святому возвышенному, выделенному. Вот этим, вот этой парой слов называются праздники. Праздники – это микроэй кодыш. То есть это призывание, священное призывание, призывание к святости, вот что-нибудь такое. Шесть дней пусть совершается работа, а в седьмой день – суббота покоя. Священное призывание – не делайте никакой работы. Это суббота Богу, которую надо соблюдать везде, где бы вы ни поселились. Вот праздники Бога, священные призывания, которые вы должны призывать в назначенное для них время. В первый месяц, в четырнадцатый день месяца, в сумерки, Песах – Богу. То есть это день, в который приносится пасхальная жертва. Четырнадцатый день месяца – не сам. А в пятнадцатый день этого месяца – праздник Мацы Богу. Семь дней ерте Мацу, и семь дней приносите жертву Богу, а в седьмой же день – снова праздник. Микрокодыш – призывание к святому. Не делайте никакой ремесленной работы. Итак, сначала сказано, вот мои праздники, праздники Бога. Вы их будете, которые вы назовете, и даже не назовете. Более правильно было сказать, которые вы будете призывать. Это призывание к святости. Значит, вы будете призывать. Не просто праздники, вот святые дни, которые отмечены в календаре, и, пожалуйста, их соблюдайте. А это праздники, которые вы призываете. То есть вы их будете назначать. Что имеется в виду? Праздники отмечены как определенные даты календаря. Например, первый праздник, который здесь упомянут – это Песах. Пятнадцатый день – месяц Ниссан. Ну, дата зафиксирована. Совершенно верно. А когда наступает месяц Ниссан? Месяц еврейского календаря. В отличие от Григорианского солнечного календаря, в котором основу представляет собой оборот Земли вокруг Солнца. И затем нужно разделить их каким-то образом. Это время. 365 с четвертью дней нужно разделить каким-то образом на 12 месяцев. Понятно, здесь есть свои сложности, каким образом делить. Но это деление достаточно условное. В основу еврейского календаря поставлен лунный месяц. То есть, естественное явление фазы Луны. Что это значит? Что каждый раз, когда есть новолуние, это и есть начало месяца. Сложность состоит в том, что фазы Луны – это не полные дни, а это 29,5 и еще с копейками дней. Поэтому Тора говорит, что начало месяца устанавливает Бейдин. Понятно, что в результате того, что фазы Луны – 29,5 дней, один месяц будет 29 дней, другой месяц может быть и в 30 дней. И на протяжении года такие месяцы будут сменять друг друга. Часть месяцев будет 29-дневными, часть месяцев будет 30-дневными. А каким образом это устанавливается? Это не то, что здесь есть с точки зрения Торы правильный изначальный подход – это то, что Бейдин, то есть компетентный Равинский суд, приняв показания свидетелей, которые видели новолуние, объявляет начало месяца. В результате получается, что будет, если, несмотря на то, что, скажем, свидетели видели новолуние, но они не успели дойти до Иерусалима и дать показания, день уже закончился и начался следующий день. Если бы они успели прийти, то вот этот самый день, в самом конце которого они приходят и дают свои показания, его бы объявили начало месяца. Но в результате того, что они не пришли. Совершенно, естественно, начало месяца оказывается уже следующий день. Таким образом, то, что определяет здесь начало месяца – это человеческий фактор. Показания свидетелей и постановление компетентного суда на основании этих свидетелей о начале месяца. Получается, что начало месяца устанавливает суд, полномочный, компетентный суд, работающий в еврейском народе. Поэтому Торо и говорит, вот праздники, которые вы призовете. Вы их назовете микроэкодыш, вы их призовете. Хотя праздник зафиксирован, дата его фиксирована – 15 число месяца Ниссана, праздник Песах. Но начало месяца Ниссана определяет человек, определяет Бейдин. Сразу след за этим сказано – 6 дней пусть совершается работа. А в седьмой день – суббота покоя. И не делайте никакой работы. Это суббота Богу. Стоп, 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 стоп. А какое это отношение имеет суббота к праздникам? Так спрашивает Раши. Какое отношение имеет суббота к праздникам? На первый взгляд вопрос Раши непонятный. Какое отношение? Мы знаем, суббота – это тоже праздничный день. В субботу не делают никакой работы. В праздники не делают работы. В субботу отмечают ее обильным застольем. И праздники тоже самое. Ну вот, это суббота, это праздники. Естественно, их собрать вместе. И все же Раши задает вопрос, какое отношение имеет субботу к праздникам. Основа его вопроса – вот какая. Ведь суббота по природе своей совершенно не похожа на праздники. Субботу люди не назначают. Субботу назначили небеса. В тот момент, когда завершилось творение мира, который был сотворен в шесть дней, седьмой день стал святым днем субботы. И с тех пор каждый седьмой день субботы. Ее невозможно ни перенести, ни внести какие-то коррективы, ни сдвинуть, ни подвинуть. Она квия векайма, как говорит Талмуд, она установлена и так постоянно на века. Стало быть, человеческий фактор здесь никак не вмешивается. Это, по идее, не микрокодыш. Мы занимаемся сейчас в этой... Заголовок был, что это микроэйкодыш. Это те самые возвышенные дни, которые человек назначает, он их призывает, он их называет и он их назначает. Но субботы сюда не относятся. Поэтому надо было бы начать сразу с четвертого стиха. Вот праздники Бога, микроэйкодыш, те самые призывания к святости, которые вы должны призывать в назначенное для них время. В первый месяц, в 14 день это Песах, а в 15 день праздник Мацы и Богу. Вот с чего надо было начинать. Почему-то посередине, между началом главы, которая открывает перечисление, вот праздники Бога, которые вы будете призывать, каким-то образом влезает сюда 6 дней. Пусть совершается работа, а седьмой день – суббота. Какое отношение имеет суббота к празднику? Вот это вопрос Раши. Но теперь ответ. Суббота упомянута здесь, говорит Раши, для того, чтобы научить нас, для того, чтобы мы смогли сделать вывод, что каждый, кто нарушает законы праздника, кто оскорняет праздники, он тем самым оскорняет и субботу. А каждый, кто соблюдает и почитает праздники, тем самым он чтит и субботу. Вот такой ответ. Первый взгляд, вопрос мы поняли, но ответ, на первый взгляд, совершенно непонятен. Не проясняет ничего, скорее наоборот. Попытаемся понять, что имеет здесь в виду Раши. Для того, чтобы нам понять, нужно немножко и углубиться, и чуть-чуть сделать несколько подисловий, и вширь тоже. Объясняя суть праздников с точки зрения Торы, Рамхаль в книге Дарахашин, в четвертой части, в которой он говорит о заповедях, о служении Богу, и в главе, в которой он объясняет те заповеди, которые зависят от определенного времени, Сначала он объясняет суть субботы, а потом пишет так. «Однако высшая мудрость постановила еще больше возвысить сынов Израиля и дать им дополнительные дни кодыш». То есть, если самая простая идея в понимании субботы в том, что время еврея разделено на холь и кодыш, на будни и возвышенные дни, то есть время представляет собой период семидневный, в которой, это неделя, в которой шесть будничных дней всегда заканчиваются субботой, когда останавливается созидательная деятельность, и человек возвращается к начальной точке, подобно тому, как было во время творения. И тем самым, каждый седьмой день во времени он кодыш, он возвышенный, а не будничный за трапезный день. Так вот, вдобавок к этому, высшая мудрость постановила еще больше возвысить сынов Израиля, дать им дополнительные дни кодыш. Мало было каждого седьмого дня, поэтому Тора добавил еще дополнительные дни возвышения, в которые народ Израиля получает определенные уровни к душе. Однако, все они на ступень ниже субботней, по воздействию, которое народ Израиля им по возвышению. То есть, что означает прежде всего, что есть дни, которые кодыш, возвышенные, выделенные дни по отношению к будням. Ну, если спросить ребенка, чем отличается суббота от будня, он скажет просто, в субботу одевают субботнюю одежду, а не обычную, ежедневную. Праздничные одежды, застолье, нельзя делать всяких работ, вот чем отличается. Это со стороны поведения человека. А возвышенность этого дня, она определяется тем, что в результате того, что он выделен и возвышен, в этот день исходят в мир определенные воздействия, которые не исходят в будние дни. и человек, соблюдающий субботу, отказывающийся от будничных занятий, от совершения милоход, запрещенных субботу работ, воспринимает эти воздействия. Так вот, по уровню воздействий суббота стоит выше на ступень, чем все-все-все-все праздники. Они все на ступень ниже. Значит, с одной стороны, то, что Тора дала праздники, Рамхан называет это добавлением, дополнительное к Душам. Но вместе с тем, уровень возвышенности, уровень святости всех этих дней ниже, чем уровень субботы. В соответствии с воздействием каждого из этих дней, мы должны оторваться от будничных занятий, что и определяет запрет милоход в них. То есть, воздействие особое, исходящее в дни кодыш, возвышенные святые дни, оно требует от человека, оно требует от еврея отказа от будничных занятий, которое определяется Аллахой как в субботу 39 категорий запрещенных действий созидательных в основном работы и то, что добавлено в дальнейшем мудрецами. Уровень воздействия определяет уровень отказа от будничных занятий. Это верно по отношению к субботе, больше всего запретов по отношению к субботе, после субботы праздники запретов уже меньше. Но и среди праздников тоже есть градация. То есть выше всех Йома Кипурин, затем остальные праздники то, что называется в Аллахе Ямим Товин, Йом Тов, затем, если это Песах, то Йом Тов это первый и последний день Песаха, а между ними Холь Амуэт, это еще одна ступенька ниже. Отказ от будничных занятий меньше. уже многие-многие работы разрешены. Значит, это ступени кодыша. Однако, помимо этого возвышения, зависящего от ступеней возвышенности этих дней, есть еще частные детали, специфические для каждой из дат. Ведь праздники это не только дни, в которые мы отказываемся от работы. В эти дни мы знаем, есть еще определенные заповеди. в Песах есть заповедь Мацы, в Сукот есть заповедь жить в Суке, есть заповедь четырех видов растений и так далее. Это чем объясняется? Корень вот всех этих частных деталей это установленный высшей мудростью порядок, согласно которому, если в какое-то время произошло исправление, был некий тикун, и великий свет пролился в мир, то по завершении витка времени возвращается нам свет, напоминающий тот первый. И результаты того исправления проявляются в том, кто этот свет воспринял. То есть, если был когда-то в определенную дату 15-го числа месяца Ниссан 2448 года еврейский народ вышел из Египта. Произошел тикун, произошло колоссальное событие, это было большое исправление, избавление из рабства и выход навстречу получению Тору на Синай. Вот тот самый свет, который пролился в мир в этот самый день, он возвращается каждый год. Ими словами, концепция времени, которую здесь Рамхальд объясняет, серьезно отличается от того, как мы воспринимаем время. Очень метко это выразил одной фразой Рабицеле Блазер, как его еще называли, Рабицеле Петербургер, он определенное время служил в Питере, сказал он так. Человеку кажется, что он сидит на месте, а время проходит над ним. Но на самом деле это иллюзия. Не время проходит над человеком, а человек едет по времени. Вот он понимание времени. Человек едет по времени. Помню. иллюстрацию из пространства, так будет легче понять. В детстве я жил под Москвой. И каждый день отправлялся в Москву. Нужно было ехать на электричке. И как все маленькие дети, я любил сесть у окна и смотреть через окно на сменявшие друг друга постоянно картины. И я, как любой ребенок, ощущал, что я сижу на месте, а мимо меня проходят различные картины. Вот лес, а вот мост, а вот мимо меня проехала колонка, а вот шоссе, а вот проехал шлагбаум, а вот станция. Взрослый человек понимает, что это не так. На самом деле и лес стоит на месте, и шлагбаум там уже 20 лет стоит, никуда не движется, и колонка никуда не уходит. Это человек, сидя в вагоне, он сидит в вагоне, а вагон движется мимо них. Так и со временем. Мы говорим, что с момента начало урока прошло полчаса. Мы на месте, я сижу там, где сижу, вещаю, а время проходит, ничего подобного. Это иллюзия. Иллюзия, подобная тому, той самой иллюзии, которую имеет ребенок, смотрящий в окно из вагона электрички. Это мы едем по времени, мы движемся от одной точки времени к другой. Точки это определенные фиксированные даты, которые образовались в результате происшедших исторических событий, изменивших положение в мире. И даты эти зафиксированы на календаре, они зафиксированы на годовом цикле. Ведь время на самом деле циклично. Слово шана год с одной стороны, слово шана, его корень лешанот, это означает изменять, а с другой стороны лешанот повторять. Шнаем это два, лешанот повторять. То есть с одной стороны есть изменения, а с другой стороны есть цикличность. Мы все время повторяем и повторяем, каждый год повторяет в какой-то степени предыдущий год, потому что есть движение от одной даты календаря к другой. Если уже я начал сравнение такое транспортное, то я его продолжу. Когда я в детстве приезжал в Москву, наконец, и выходил из поезда, то дальше нужно было продолжать свой путь в метро. А в метро, в московском метро, есть такое удивительное явление кольцевая линия. Можно сесть в вагон и колесить по этой кольцевой линии, раз за разом проделывая еще один виток, еще один виток, еще один виток, и каждый раз ты возвращаешься к тем же самым станциям. Едешь сначала в туннеле, за окнами темно, а потом вдруг свет, ага, это приехал на станцию. И завершив полный виток, приезжаешь на ту же самую станцию. так 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 это и со временем. То есть время на самом деле, вот этот цикл времени, если уж искать ему сравнение более точное, это спираль. Это не как кольцевая линия, когда ездишь все время по тому же самому кольцу. Это спираль. Но по этой спирали, прибавляя каждый раз новый годичный виток, мы проходим под тем же самым станцием. Станции в метро определили строители. Станции годичного цикла определили исторические события. Те события, Песах, в который в мир ворвалась свобода, освобождение, Шавуот, день, в который в мир сошла Тора. Все это дни, в которые были колоссальные воздействия, Всевышний воздействовал здесь на мир, и эти воздействия зафиксировались, связались с вот этой самой датой. Воздействие свободы и освобождения с 15 Ниссана, воздействие дарования Торы 6 числа месяца Севан, и так далее, и так далее. Но, но, ведь все эти исторические события, происходят не под схеме сверху вниз, на то-то они исторические события, это не космические события, а это исторические, то есть они возникают, они происходят через поступки людей, через волю людей. То, что именно 15 числа Ниссана вышли из Египта, это было результатом борьбы с фараоном, фараон, в принципе, он мог бы отпустить намного раньше, а он не захотел, а он упрямился, а он отказывался, а он же с ним спорил, и Всевышний здесь являл сначала 10 ударов, потом, наконец, последний десятый удар, смерть первенцев, и только тогда фараон согласился выпустить. То есть и все остальные исторические события, которые определили даты еврейского календаря как праздники, они осуществлялись через волю и поступки людей. Понятно, что все эти даты были запланированы раньше. И дата 15 числа месяца Ниссан, самого сотворения мира, уже запланирована Всевышним как день, который ждет праздника Песох. Но должны были совершиться эти события. И это стоит уточнить. Это не потому, что так случилось, что исход из Египта произошел 15-го Ниссана, поэтому уж так случилось, что Песох оказался 15-го Ниссана. Это не совсем так. День 15-го Ниссана был запланирован с самого начала. И воздействие, свет, который должен войти в мир в этот день, он тоже был заготован сначала. Но это все было только в потенциале. А человек должен был реализовать этот потенциал своими поступками. Через поступки людей это реализовалось. То есть историческое событие произошло для того, чтобы реализовать тот заранее запланированный праздник, для того, чтобы привести в мир тот самый свет и в тот самый день, который был запланирован. И с того момента, как это произошло, когда благодаря поступкам людей событие произошло и свет этот пришел в мир, то вот с этого момента он уже фиксируется, он уже связан жестко с этой датой. И когда мы, проделав годовой виток, следующий виток в нашей спирали, приходим снова на станцию, которая называется 15-я Ниссана, мы снова въезжаем в праздник Песах. Мы не празднуем годовщину 3300, какую-то там годовщину исхода из Египта. Это не годовщины. Это возвращение к тому свету, который зажегся, который пролился в этот мир 15-го Ниссана 2448 года в год исхода из Египта. Теперь понятно, почему ступень святости всех праздников ниже, чем святость субботы. Что произошло в субботу? В принципе, нечто похожее. В субботу тоже седьмой день, на седьмой день творения в мир этот день оказался возвышенным, выделенным, ибо в этот мир, в этот день в мир вошел новый свет, которого раньше не было. Но этот свет вошел не благодаря поступкам людей. Он был только свыше. Кстати, что это? Что это за воздействие, которое определяет суть субботы? Первые шесть дней творения Всевышний творил этот мир. Он его лепил, он его развивал, он постоянно производил новые и новые и новые ответвления, мир все разрастался, разрастался. Центробежное движение движение мира было заметно тому, кто мог бы, если бы только мог бы наблюдать его извне, таких, правда, нет, и своего собственного существования мир не имел, ибо он постоянно, постоянно творился, лепился творцом. Совершаются шесть дней, работа закончена. Седьмой день. В седьмой день мир впервые зажил своей собственной жизнью, благодаря тому, что в него вошло вот это животворное воздействие, или, как пишут в некоторых книгах, в этот день, в субботу, была создана душа мира, потом на тому, как человек. Есть у него тело, но тело само по себе не живое, тело само по себе труп. Есть душа, которая одухотворяет, которая оживляет это тело, благодаря которой человек жив. Уйдет эта душа, останется труп. Подобно этому, в седьмой день в субботу была создана душа мира. Вот это вот воздействие, создание души мира, животворное влияние, которое дает возможность миру существовать, оно и закрепилось, зафиксировалось в субботу. Это одна сторона медали, а вторая сторона медали. Мир был создан, создающийся мир каждый день, все больше и больше отдалялся от исходной точки, от Творца. В нем появлялось все больше и больше, подобно тому, как если мы посмотрим на, скажем, есть некий человек, от которого происходят поколения за поколением его предки, его потомки, извините, эти потомки все больше и больше отдаляются от него, они все меньше и меньше напоминают его. и только специалист по генеалогии может вернуться благодаря документам, архивам по генеалогическому древу и выяснить, откуда же все эти поколения произошли. В шесть дней творения мир так и развивался, постоянно развиваясь, развиваясь, ветвясь, возникает все новые и новые творения, все это отдаляется, отдаляется, отдаляется от исходной точки в седьмой день. Стоп! Шаббат, прекращение деятельности, в этот день все возвращается к исходной точке. Изменение мира прекращается, созидательные работы останавливаются, ничто новое больше, не возникает, все возвращается к исходной точке. Близость, возвращение, близость к Всевышнему, они и представляют собой вторую сторону медали. Это воздействие субботы. И это конечная цель всего творения. Двейкут, близость творения к Творцу. Эти два воздействия, они зафиксировались на каждом седьмом дне. И зафиксировались без помощи человека. В отличие от праздников, чьи воздействия связаны с этими определенными датами благодаря выбору человека, благодаря их поступкам. Поэтому ступень святости всех этих воздействий ниже, чем ступень субботы. И вот теперь мы можем вернуться к вопросу Раши. Раши спрашивают. Если наша глава посвящена праздникам, то есть тем дням, в которые человек определяет, во-первых, как мы сказали сейчас, благодаря поступкам человека эти даты оказались знаменательными датами календаря праздниками. Более того, и в дальнейшем, в отличие от субботы, которую не нужно назначать и не нужно провозглашать, праздники провозглашаются Бейдином, праздники провозглашаются еврейским судом, который определяет начало месяца. Если так, то каким образом попадает в главу праздники суббота? Суббота-то она совершенно другая. И ответ Раши был нам непонятен. Отсюда мы учим, говорит Раши, что тот, кто чтит праздники, он чтит и субботу, а тот, кто нарушает праздники, он нарушает и субботу. Как это знать? Так вот, Рамхаль в другой своей книге, не в Деве Хашем, а в другой менее доступной книге, в Ликутей Тура, он пишет так. Суббота это корень всех праздников. И если бы ни к душа, ни святость субботы, так не было бы и праздников. В праздник, выпавший на субботу. Как быть, если праздник выпадает на субботу? В обычный праздник, браха, которую мы произносим и в молитве, и в кедуш, Микадеш Исраэль Вегазманин. Мы благословляем Бога, который выделил евреев, народ Израиля, и время. Как объясняет Талмуд, это не благословение о двух разных вещах, а смысл его такой. Мы благословляем Бога, который выделил евреев, поставил их над временем, давая им возможность определять даты календаря и тем самым выделять определенные даты, как святые дни, не будничные, как праздники. А если праздник пришелся на субботу, тогда браха такая, Микадеш Хашабат Исраэль Вегазманин. Мы благословляем Бога, который выделил субботу, Израиль и праздничные дни. Что означает? Смысл его это не просто, это не случайный порядок. Если бы, продолжает Рамбхай, коля бы не суббота, то не был бы выделен Израиль, и тогда он не смог бы выделять особые даты праздничные. Поэтому начинается благословение субботы, ибо она начало всего. Пробуем понять. Мы уже говорили, есть три аспекта разделения между кодыш и холь. Есть кодыш возвышенная, выделенная, возвышенная своим содержанием. А есть холь, простое, будничное, затрапезное. Холь средство, кодыш, цель. Разделение это мы разделяем в отношении человека, времени и места, пространства. Во всех есть в плане человека есть разделение между Израилем и народом и мира. В отношении времени есть будни, а есть субботы и праздники. В отношении места есть святая земля, Иеруси Израилем, а есть весь остальной мир. Само разделение на кодыш и холь, оно возникло из-за греха. Это последствия греха первого человека, Адама. Если бы не грех Адама, то разделение между Израилем и народом и мира не существовало бы. Было бы одно возвышенное человечество, в котором могли быть различные племена, но уровень всех был бы одинаков. Только в результате греха получилось так, что человечество деградировало и деградировав осталось на низкой ступени и только один человек, который смог закрепиться, зафиксироваться на ступени, связанной с ступенью первого человека, Адама, до греха, это был Авраам, из него произошел еврейский народ, который в себе вот этот потенциал, потенциал первого человека, Адама, он в себе хранит. Таким образом, разделение на Холь и Кодыш на Израиль и народы мира это результат греха. То же самое и во времени. В шесть дней творения был сотворен весь мир и самым последним творением был человек. Человек был сотворен в пятницу, в канун субботы. Если бы он выдержал свое испытание не съесть от дерева познания, то тогда наступившая суббота была бы целью, была бы по сути дела достижением целетворения. Это то, что называют мудрецы грядущий мир и называют его Йом Шекуло Шаббат. Это день, который весь день субботы весь день субботы. Суббота она и так есть день. Имеется ввиду это нескончаемая суббота. Нескончаемая близость, непрерываемая близость к Всевышнему. Две икут максимально это близость. Это и есть цель творения. Суббота не должна была закончиться. Но поскольку человек согрешил, еще до наступления субботы, съел запретный плод не вовремя. В результате по прошествии субботы наступила темнота. И суббота кончилась. И начались будни. И очень неприятно было, когда вдруг первый человек оказался в темноте. Солнце зашло, наступила темнота. Было ощущение, что мир не разрушается. Мир не разрушился, просто наступил будний. Суббота ограничилась, зафиксировалась. Она не заполнила все время, она зафиксировалась всего лишь на одном дне. То же самое по отношению к всему миру, к пространству. В нем теперь есть. Есть Ганеден, Эденский сад, есть земля Израиля. Вместо того, чтобы было Милоху Лааринской водо, чтобы весь мир наполнялся славой Всевышнего, вместо этого есть теперь струяние мира другое, как пирамида. Есть весь мир, более высокая ступень. Страна Израиля, Святая Земля, в ней Иерусалим, в ней Храмовая Гора, в нем и так далее. То есть все вот это разделение, оно результат греха. Ирамхаль теперь объясняет, что корень всего святости субботы. Святость субботы это святость во времени, возвышенность во времени. Есть мидраж известный мидраж, суббота пожаловалась Всевышнему, у всех есть пара, а у меня нет пары. Каждый из дней творения имеет свою пару, а у меня нет пары. Сказал ей Всевышний, народ Израиля будет тебе парой. То есть особый выделенный народ, который хранит себе потенциал близости к Богу. Он естественная пара субботы, того дня, в который реализуется эта самая близость к Богу. Поэтому вот та самая ступень, которая есть в субботу, она реализуется в народе Израиля, и поэтому если бы не суббота, то не было бы и народа Израиля. если бы не выделение фиксирования возвышенной ступени на одном элементе творения, то не было бы ни субботы, если бы не было субботы, не было бы народа Израиля, а если бы не было народа Израиля, то не было бы и праздников. Ведь именно народ Израиля поставленный благодаря своей возвышенности над временем, он устанавливает даты календаря, он устанавливает начало месяца. Таким образом, его решение приводит к тому, что есть праздники. Микадыш Израиль возвысил Израиль и особые даты. А еще одна важная деталь, что вот это назначение дат календаря компетентным судом может быть только в пределах страны Израиля, только в Святой Земле. Таким образом, в празднике все три аспекта святости сливаются вместе. Человек, не каждый человек, а именно народ Израиля определяет возвышенное время, выделяет определенные даты календаря, как возвышенные, как праздники, и происходит это именно в Исраиле. и святость человека, и святость времени, и святость места. Вот почему Раши говорит, что тот, кто почитает праздники, тем самым почитает и субботу тоже, потому что святость-то человек определяет день, он определяет день, в котором начинается праздник, в котором начинается месяц, а пятнадцатый день этого месяца заранее проведением Всевышнего приготовлен как праздник. И в этот день уготованный свет, воздействие праздника, оно должно прийти в этот мир. Понятно, ступень его ниже, но вместе с тем тот самый свет, источник того самого света и источник той святости, которая исходит в этот мир в празднике, это свет субботы. Она корень всего, она основа всего, это ее свет просвечивает и в празднике тоже. Понятно, ступеньку ниже. Вот что имел в виду Раши. что то, что Тора здесь упомянула субботу как предисловие ко всем остальным праздникам, это именно для того, чтобы сказать нам, что соблюдая праздники, человек соблюдает субботу, ибо святость всех праздников ее источник святости субботы. Поэтому в кедуши, правда, не все говорят эту формулу, но те, кто говорят, перед тем, как упомянуть субботу, ки йом тхилали микроэй кодыш. Ибо этот день суббота это начало всех праздников, начало всех микроэй кодыш, то есть всех тех дней, в которых человек призывает святость, в которых святость приходит благодаря действиям человека, начало их и корень них, это суббота. Попробуем смотреть еще один небольшой отрывочек. В четвертом стихе вот праздники Бога, призывания к святости, которые вы должны призывать в назначенное для них время. В первый месяц, в четынадцатый день месяца, в сумерки, Песах Богу, пасхальная жертва приносится, а в пятнадцатый день этого месяца праздник Моцы Богу. Семь дней ешьте мацун, и семь дней приносите жертву Богу, а в седьмой же день это призывание к святости. Не делайте никакой работы. Вот слово работа, которое я здесь назвал по-русски работа, в оригинале звучит коль млехет авода лотасу. Млехет авода, на первый взгляд, это масло масляное. Мелаха, это работа, авода, это работа. Никакой рабочей работы не делайте. Переводчикам очень трудно, кто переводит это никакой ремесленной работы не делаете, кто переводит никакой созидательной работы не делаете. Ну, в общем, весь словарь синонимов пошел для того, чтобы как-то все-таки перевести, что значит млехет авода, что это рабочая работа такая. Посмотрим, как объясняют комментаторы. Сначала раши. Никакой рабочей работы не делаете, имеется в виду даже те работы, которые важны и необходимы для вас, отмена которых, отказ от которых влечет убыток или порчу. Раши здесь имеет в виду логический термин млехет давар ха-авед. То есть это такие работы, которые, если их не сделать, человек понесет материальный ущерб. Например, у него бродит вино и оно уже пришло к такому времени, когда его нужно отцеживать. Если его сейчас не отсидеть, он закиснет. И счет идет не на дни, а часто на часы. Или у человека прорвало трубу и его затопляет или соседа затопляет. Если сейчас трубу не починить, то будет серьезный материальный ущерб. Вот подобного рода работы, они разрешены в холь амуэта. То есть в полупраздничные дни, если у нас в Песах есть первый день праздник, микрокодыш, и седьмой день тоже праздник, в полнейшем в который запрещены работы, а посредине есть время полупраздничные, то есть это будни праздника, холь амуэта, так это называется, будни праздника. Вот в будни праздника разрешено делать работы для того, чтобы избежать материального ущерба. Что касается самих праздников, то есть тех дней, которые имеют статус йомтов, не холь амуэта, йомтов, праздник, микрокодыш, вот по поводу этого и сказано, что вы не делаете даже млехи рабочую работу, что такое рабочая работа, имеется в виду даже те работы, которые важны и необходимы для вас, так что отказ от них влечет убыток или порчу. Так я понял в Турадку, они там сказаны, может быть, в праздничные дни, то есть холь амуэ, тоже нельзя выполнять такую вот неотложную работу, рабочую работу, нет, это имеется в виду только в празднике. Так объяснил Раши. И так, по Раши, вот это вот странное выражение, рабочая работа, имеется в виду млехи давара а вед, то есть неотложная работа, которую если сейчас не сделать, то будет материальный ущерб. Тора говорит, что в празднике такая работа запрещена. Разве только такая? Да нет, если даже уже эта работа запрещена, то уж тем более все остальные. А в холямоиде нет, в холямоиде она разрешена. Рамбан не согласен с такой интерпретацией, потому что считает Рамбан неясно, зачем упоминать в стихе вот такую неотложную работу, которая связана с материальным ущербом и из нее уже выводить по принципу тем более все остальные работы. Можно было бы просто написать не делайте никакой работы, все, мы уже понимаем не делаем никакой работы. Почему нужно было упоминать неотложную работу и сказать даже она запрещена? Не нужно даже, не нужно просто не делать никакой работы. А если есть опасение, что мы подумаем, что неотложная работа будет разрешена, В силу своей неотложности. Такое опасение есть и по поводу субботы тоже. И как в субботу Тора не нашла необходимым записать млех и того, да, рабочая работа, то точно так же почему тогда должно быть записано по поводу праздника. Поэтому Рамбан объясняет иначе. Что же такое это странное выражение млех и того, да, рабочая работа? Выражение рабочая работа подразумевает любую работу, кроме приготовления пищи. То, что называется валахе Охель-Нефиш. Чем отличается праздник от субботы? С одной стороны, в праздник запрещены все те 39 категорий созидательных работ, которые Тора запрещает в субботу. Но исключением являются те операции, которые необходимы для приготовления пищи для человека. Охель-Нефиш. Для этого нужен огонь, для этого нужно зажигать огонь, варить, печь. Жарить, резать, измельчать и так далее, и так далее. Все, что необходимо для приготовления пищи. Так вот, что касается вот этого определения. Млех – это, ну да, рабочая работа. Это все те работы, имеется в виду все те 39 категорий работ, запрещенных в субботу, не используемых для приготовления пищи человека. Приготовление пищи человека – это не рабочая работа, это работа для удовольствия. Смотрите, работа в кайф, когда человек делает себе пищу, это не рабочая работа. И так вот получается изложение второй такой. Сначала был упомянут праздник Песах. Вот есть праздник Песах. В пятнадцатый день этого месяца, Ниссана, праздник Мацы Богу. Семь дней ешьте Мацы. Значит, в пятнадцатый день – это первый праздник. И семь дней приносите жертву Богу. В седьмой день – тоже праздник. Итак, первый день – праздник, и седьмой день – праздник. И если мы посмотрим на то, как изложены законы Песаха в предыдущем хумаше, в хумаш-шмот, то там, говорится, никакой работы не делайте в эти дни, а потом уточняется сразу. Но только то, что является пищей для человека, может быть вами приготовлено. Так сразу ограничение. А по поводу всех остальных праздников сказано более просто. Вместо того, чтобы как про первый Песах, упомянутый в Торе, про Песах, сказано четко. Сначала сказано – никакой работы не делайте. Потом ограничение. Но только то, что готовится в пищу, можно делать. По поводу всех остальных праздников Тора пишет коротко. Никакой рабочей работы не делайте. Имеется в виду все остальные работы, кроме… Они запрещены, кроме тех, что необходимо для изготовления пищи. То есть запрещена любая работа, кроме приготовления пищи для человека. Вот что значит «млехет а вода». Здесь мы остановимся, а на следующем уроке мы уже закончим всю эту главу о праздниках. Божьей помощь.